здравствуйте друзья с вами эдуард я приветствую всех кого интересует заработок в интернете в этом видео я покажу и прокомментирую как правильно зарегистрироваться и заполнить свой профиль в кабинете участника медиа сети фьючернет если вы случайно попали на это видео то в описании к нему найдете ссылку на ролик с обзором компании и заработка в ней там же будут и мои контактные данные вы сможете связаться со мной и получить всю интересующую вас информацию либо обращайтесь к тому человеку от которого получили ссылку на это видео и которого выбрали свои наставники видео такого плана уже многие участники записывали раньше но дело в том что в кабинете время от времени происходят некоторые изменения они не такие уж и значительные но могут поставить в затруднительное положение малоопытного пользователя в этой причине я решил записать свежий ролик и так до регистрации вам желательно подготовить свою фотографию и картинку для фона вашего профиля для того чтобы изображение установились корректно ваше фото для аватара должно быть размером 350 на 350 пикселей картинка для фона профиля 1920 на 300 пикселей прежде чем приступать к регистрации вам необходимо очистить куки своего браузера и лишь затем перейти по ссылке получены от человека которого вы выбрали наставники регистрироваться мы будем в браузере google chrome и почту при регистрации указывать будем gmail перешли вы по ссылочке и попали вот на такую страницу при необходимости изменить язык наводите курсор просто вот так на флаг да и выбираете нужный язык кликайте на него значит регистрация тут простенькая сейчас зарегистрирую такой аккаунт который после записи видео удалю вводим имя фамилию поле ниже email следующее поле email повторяем дата рождения выбираем сперва год затем месяц и затем дату придумываем имя пользователя логин вписываем пароль он должен состоять минимум из десяти знаков букв верхнего и нижнего регистра и цифр так указываем пол ставим галочку подтверждаем робот решаем captcha всеми любимую есть и ставим галочки в этих трех чекбоксах затем нажимаем регистрацию так вот так как я просто взял ссылку компании мне сообщая система у вас нет спонсора вы получите случайного спонсора подтверждаете тогда подтверждаю окей лично сейчас приветственное видео несколько секунд пройдет вот эта кнопочка станет активны можно будет его выключить так выключаем система нам сообщает что наш email не подтверждена можно перейти на почту которую мы указывали и кликнуть на ссылочку в письме так и делаем открываем письмецо вам необходимо нажать вот на эту длинную ссылочку так все наш адрес почты подтвержден первым делом вам нужно кликнуть либо здесь слева панель управления на свое имя либо вот на эту аватарочку и выбрать на раздел ваш профиль теперь допускаем страницу вниз видим здесь по левой стороне как любой социальной сети нам нужно указать предпочтение таких разделов как там фильмы спорт литература игра музыка работа и так далее значит вы проходите выбираете там на ваш вкус что вам нравится нажимает обязательно кнопочку сохранить подтверждаете и так со всем списком таким образом проходите весь этот список до конца затем нужно установить аватарку и если у вас есть желание то поменять вот этот фон нет желания значит так и оставлять ну а аватарку желательно поменять для этого нажимаем сменить фон сменить фото пардон вот в этом квадрате прям кликнув по нему значит у нас будет возможность выбрать заготовочку какую мы сделали то о чем я говорил в самом начале должна быть фотография вот я тут случайно фотографию в интернете так подцепил сделал ее нужного размера нажимаю сохранить вот оно стало замечательно если хотите поменять фон значит точно таким образом вот на этот прямоугольник внизу кликаете тоже выбираете свою заготовку вот так вот например можете масштабировать вот таким образом ползунок вправо-лево подвиги как вам больше нравится сохранять есть давайте пойдем посмотрим что у нас получилось нажимаем моя страница вот так вот выглядит наша страница да хорошо теперь давайте к более серьезным вещам безопасности опять а пардон нет вот сюда здесь можно зайти изменить ваши настройки на этой странице нам необходимо внести дополнить наши данные то есть адрес проживания там индекс страну скайп свой прописать выбрать язык общения и так далее значит у меня сейчас эта кнопочка активна у вас она будет бесцветная неактивная то есть вы не сможете подтвердить никакие данные значит что вам нужно сделать вот на этой красной полосе черным шрифтом написано вы можете настроить двухэтапную идентификацию здесь кликайте прямо на эту надпись переходите на такую страницу и вот сейчас очень важный момент вы видите вот здесь вот данные имя пользователя это ваш логин который вы указали при регистрации и ключ аккаунта вот этот ключ аккаунта обязательно где-то сохраните там в документе файлике в каком-то вот прямо вот так вот как есть выделили так что полностью да скопировали и куда-то в какой-то документе там блокнотик записали и я бы еще рекомендовал отдельно где-то на флешке держать потому что вот этот вот ключ аккаунта это очень важный ключ если что-то с вашим аккаунтом случится для восстановления он вам очень понадобится без него вы ничего не сделаете так хорошо значит теперь что нам нужно сделать нам нужно установить аутентикатор вы можете установить его на смартфон вот здесь видите ссылочку для андроид и ниже ссылка для аэс так либо установить его на компьютер ссылочки вот здесь чуть повыше инструкция на ссылка на инструкции на английском языке и на поиском кликайте на английский открывается вот такой pdf файл чуть страницу не запускаете здесь находите google chrome веб-браузер кликайте и попадаете на страницу магазина нажимаете вот эту синюю кнопку разрешаете установить расширение аутентикатор идет сейчас скачивание и автоматическая установка вам ничего делать не надо только подождать несколько секунд эту страницу можете закрывать магазин закрываете и сейчас вы видите в правом верхнем углу появилась вот такая иконка google аутентикатор что вам нужно сделать сейчас сейчас вы копируете ключ аккаунта вот так выделили его аккуратно чтобы без пробелов впереди и сзади чтобы не было пробела копируете сейчас мы на него кликнем так нажимаете карандашик плюс нажимаете ручной ввод и вот здесь вручную вверху прописываете свой логин с которым регистрировались фьючернет и в поле ниже секрет вставляете этот ключ здесь без изменений все оставляете нажимаете кнопку готово отлично все готово теперь вам нужно этот код скопировать достаточно просто кликнуть на него сейчас мы разрешаем так кликнули он скопировался вставляем вот сюда поле внизу и нажимаем зеленую кнопку ваш код действительно вы успешно настроили свою учетную запись отлично значит насчет аутентикатора что хочу сказать да подтвердились изменения отлично вот я еще раз вызвал аутентикатор обратите внимание вот здесь вот справа таймер такой видит циферблат да видим как как бы стрелочка все уменьшает уменьшает если вам нужно скопировать код но вы видите уже подходит к завершению индикатор цикл его то не копируйте да вот код краснеет он просто не сработает вот сейчас когда он стал синим и таймер только начал отсчет вы можете смело его скопировать для этого только на него нужно кликнуть больше на кнопочки никуда больше нажимать не надо вы кликнули он скопировался в буфер обмена и дальше уже его вставляете там необходимое поле и все так те данные которые вы вводили при регистрации здесь они автоматически отображаются значит вот эти галочки четыре штуки можете оставлять имя фамилия чтобы отображались затем выберите телефонный код значит ну если вы проживаете в россии то будете искать плюс семь как понимаю да вот таким образом записаны то есть возможно вы будете на букву r здесь просматривать и искать и будете искать очень долго да здесь казахстан и россия указаны в одной строке значит выбираете вписываете там номер телефона такой я так просто так наберу какой-то набор да вы можете этот согласиться с тем чтобы номер публиковался на вашей веб странице либо отменить его публикацию чтобы его никто не видел также дату рождения отменить публикацию улица прописывайте данные так как у вас прописано в паспорте потому что вы будете все равно отправлять документы на верификацию для того чтобы можно было идентифицировать нормально то что вы заполнили здесь и то что у вас записаны документы надо чтобы было на одном языке так вписывайте улицу затем номер дома и если квартира то через тире квартиры далее вписывайте город почтовый индекс язык русский здесь уже прописан так как вы регистрировались ну я вернее регистрировался со страницы на русском выбираете страну из списка затем вписывайте свой skype я так полагаю что ваши будущие партнеры как-то должны с вами связываться для этого вам необходимо здесь указать skype и поставить галочку опубликовать чтобы его видели да ваш email опубликовать также затем выбрать языки какими вы владеете на каких общаетесь вот здесь обязательно поставить галочку включить OTP для каждого входа в систему это ваша безопасность безопасность ваших денег вот и в заключение нажать сохранить изменения сейчас у вас система запрашивает код безопасности необходимо опять таки обратиться Google аутентикатору вот мы видим скопировали код вставили нажали ОК все успешно все настройки сохранены ОК вот друзья это в общем то что я хотел вам рассказать и показать в этом видео то что необходимо сделать в первую очередь сразу после регистрации в следующих видео я расскажу вам конкретнее о работе на платформу на этом я прощаюсь с вами ненадолго друзья желаю вам успехов до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров и